В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Совет депутатов Ленинского городского округа провел внеочередное 74-е заседание. От себя хотел бы сказать слова благодарности за оперативную работу. 50 юных жителей муниципалитета стали обладателями именных стипендий главы Ленинского городского округа. Я очень рада, что я получила второй раз стипендию и буду продолжать дальше. Школа в Горках Ленинских станет современным образовательным центром. Станет само по себе не такое большое по площади 3000 квадратных метров. Совет депутатов Ленинского городского округа провел внеочередное 74-е заседание. На повестке дня были вопросы, касающиеся социальной сферы и земельной политики. Также в ходе заседания народные избранники утвердили бюджет муниципалитета на 2024 год и плановый период 25-го и 26-го годов. Главный финансовый документ, бюджет Ленинского городского округа, был в центре внимания на заседании Совета депутатов. Как и в прошлые годы, главные расходы будут направлены на статьи образования, строительства, социальной инфраструктуры и благоустройства. Общий объем доходов в бюджет Ленинского городского округа в сумме 17 млрд 44 млн 176,2 тыс. рублей. Общий объем расходов в бюджет на 2024 год составит 17 млрд 738 млн 470,2 тыс. рублей с дефицитом 694 млн 294 тыс. рублей. Депутаты утвердили бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова озвучила вопрос предоставления педагогам дополнительной социальной поддержки в виде компенсации стоимости аренды жилья. Подобный опыт есть. Сейчас медицинские работники пользуются такой льготой. В 2024 году в округе планируется открыть 7 школ и 6 детских садов, а потому вопрос привлечения кадров будет стоять очень остро. Есть специальности, в которых мы особо нуждаемся. Математики, филологи, физики. Вот, собственно, эти категории педагогов мы перечислили в положении. Оно похоже очень на положение о медиках. Ничего особенно нового там нет. Прошу поддержать эту меру социальной поддержки. Депутаты поддержали новую льготу для педагогов. Далее заместитель главы администрации округа Светлана Тугова представила проект внесения изменений в структуру администрации Ленинского городского округа. Для оптимизации численности администрации Ленинского городского округа предлагается исключить из структуры администрации должности советник главы округа, две единицы, помощник главы округа, консультант, и ввести дополнительно одну должность заместитель главы городского округа, а также отдел обеспечения деятельности главы городского округа. Светлана Тугова отметила, что эти структурные изменения не приведут к увеличению расходов из бюджета округа. Депутаты проголосовали за эти изменения единогласно. В заключении заседания к народным избранникам обратился временно исполняющий полномочия главы округа Станислав Катеров. От себя хотел бы сказать слова благодарности за оперативную работу, потому что действительно мы сейчас с вами принимаем достаточно большое количество решений. Для нас очень важно, чтобы жители нашего городского округа чувствовали себя комфортно, а для этого я уверен, что каждый из вас и мы всей командой готовы активно работать. Церемония награждения лауреатов губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» прошла в Подмосковье. В этом году она вручается за героические поступки, совершенные в ходе специальной военной операции, а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников СВО и их близких. Среди лауреатов – общественные деятели, волонтеры, бойцы и члены семьи погибших героев. Народный артист России, почетный гражданин Московской области Никита Михалков вручил премию членам семьи ведновчанина Дмитрия Зернова. В октябре прошлого года Дмитрий добровольцем отправился на СВО. Командовал штурмовой группой, затем мотострелковой ротой. Летом, выполняя боевое задание, погиб. Посмертно награжден Орденом Мужества. В детской школе искусств города Видное прошло торжественное вручение именных стипендий главы Ленинского городского округа. В этом году награды получили 50 ребят, показавшие свои способности в области образования, науки, спорта, культуры и искусства. На сцену Видновской школы искусств друг за другом для получения заслуженной награды поднимались юные таланты, которые своим трудом и упорством добились высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. И доказали прежде всего себе, что они способны на многое. Я молодец. Буду еще стараться, еще больше заслуживать наград. Я очень рада, что я получила второй раз стипендию и буду продолжать дальше, чтобы было много успехов и идти дальше по фортепиану. В этом году очень много достижений. Ездила на различные международные, всероссийские, областные конкурсы. Также благодаря этим достижениям ездила в Артек в апреле. Среди счастливых обладателей стипендии Константин Вержбицкий. В этом году он стал призером регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по истории, победил в открытом чемпионате Думы «Знай-познавай» и получил золотой значок ГТО. Все достижения начались еще с начальной школы, с моей самой первой классной руководительницей Кузнецовой Светланы Валерьевны. Именно она привила мне любовь к знаниям, к науке и заложила тот самый стержень, первый кирпичик, фундамент моих будущих достижений. Вручение именной стипендии в Ленинском городском округе проводится более 15 лет. За это время награду получили более тысячи юных жителей муниципалитета. Я хочу, чтобы каждый из вас, веря в свои силы, ставил себе высокие цели, потому что чем выше цель, тем выше мотивация. А только от вашей мотивации зависит ваш успех. Стипендиаты разные по возрасту от 10 до 18 лет, но одинаково целеустремленные и трудолюбивые. Они уверены в своих силах, чтобы покорять новые вершины. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. По 2023 году старейшую школу страны, расположенную в Горках Ленинских, передали округу. Сейчас учреждение официально переименовано. Все объекты зарегистрированы в муниципальную собственность. Что позволит этот исторический и очень важный для округа объект не только сохранить, но и продолжить славные традиции, заложенные еще 100 лет назад. На место выехал временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. Теперь уже не школа, а образовательный центр Горки. 2023 год – новая страница в истории, пожалуй, самого известного учебного учреждения округа. Правительство Российской Федерации передало его в собственность муниципалитета. И чтобы определиться с дальнейшим фронтом работ, на место выехал временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. Здесь важно сохранить все культурное наследие и дать возможность жителям посещать эти культурные места и также учиться в новом современной школе. Потому что сейчас, на сегодняшний день, есть потребность в дополнительных образовательных местах. И, конечно, для нас важно, чтобы это была не просто школа, обычная школа, а такой настоящий образовательный центр современного мирового уровня. И все возможности для этого есть. На площади 16 гектаров расположены три основных здания – музей, школа-интернат и начальная школа. Именно с ее реставрацией и планируется приступить к работам. Несмотря на то, что здание уже много лет, его можно реконструировать, и после оно будет полностью соответствовать современным учебным стандартам. Кроме того, возможно и увеличение площади. Здание само по себе не такое большое по площади, там 3000 квадратных метров. Есть идея, по аналогии с лицеем в Долгопродном, поставить по краям, как флигели, легковозводимые конструкции. Что касается школы-интерната, то здесь пока вопрос открытый. По расчетам, например, капитальный ремонт и приведение в соответствии с современным строительным нормами и правилам, обойдется дороже, чем строительство новой школы. Потому что вот эти здания, которые были построены в 60-х годах, они сейчас не соответствуют современным требованиям к образовательным учреждениям. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Санислав Катаров пообещал держать ситуацию на личном контроле. В ближайшее время к обсуждению дальнейшей судьбы образовательного центра Горки планируется привлечь и местных жителей. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Совет отцов Ленинского городского округа организовал экскурсию для школьников в пожарную часть. Ребятам показали, как работают сотрудники МЧС и какое снаряжение используют, а также напомнили о правилах пожарной безопасности. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Чтобы школьники смогли познакомиться с особенностями профессии пожарного, Совет отцов Ленинского городского округа организовал для них экскурсию в пожарную часть. У ребят появилась возможность почувствовать себя в роли спасателя, увидеть специальное снаряжение и служебные машины. Совет отцов – это общественная организация в нашем регионе, которая занимается поддержкой ребят, воспитанием мальчишек, девчонок, передачей мужских каких-то определенных навыков. Показываем работы, связанные с мужской деятельностью, чтобы у ребят правильно складывался образ отца, образ мужчины. Экскурсию проводил начальник части Александр Сотников. Он подробно рассказал школьникам, как тушат пожар и какое для этого используют оборудование и экипировку. Специальный генератор пены средней кратности. То есть с помощью этого генератора мы можем подать пену. С помощью пены мы тушим легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости. Это очень интересно и нам, и детям. Мы детям рассказываем то, чем мы занимаемся, делимся своими историями, рассказываем хорошие результаты тушения пожаров. Ребятам напомнили о том, что нужно делать в случае возгорания и о правилах пожарной безопасности. Сказали номера вызова спасательных подразделений. Кроме того, поговорили об использовании пиротехники. О запрете пользования пиротехническими изделиями, потому что лицам, не достигшим 18-летнего возраста, пользоваться пиротехническими изделиями запрещено. Дети с большим любопытством участвовали в этом развлекательно-познавательном путешествии. Каждый смог найти для себя что-то интересное. Мне больше всего нравится техника, потому что она интересная, и мне больше всего нравится машина «Урал». Мне понравилось больше, когда нас сажали в автомобиле. Совет отцов Ленинского округа будет и дальше организовывать для школьников разные увлекательные и обучающие мероприятия. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиши выходного дня» расскажем вам о том, как можно провести предстоящие выходные. 23 декабря в 14.00 в субботу в библиотеке села Булатниково состоится мастер-класс «Новогодние снежинки». Приходите и создавайте себе праздничное настроение. В Доме культуры «Буревестник» села Молоково в субботу большой новогодний концерт творческих коллективов «Ёлка талантов». Начало в 16.00. В воскресенье в Центральном парке города Видное образовательно-игровая программа «Новогодняя экология». В рамках мероприятия – мастер-класс по созданию кормушки для птиц. Начало в 12.00. В Доме культуры «Буревестник» в воскресенье 24 декабря – спектакль театра-студии премьера «Голубая стрела» по мотивам сказки «Джанни Радари». Начало в 17.00. И также в 17.00 в центре досуга Дроздова – премьера спектакля «Золушка» по мотивам пьесы Евгения Шварца. Билеты можно приобрести перед началом спектакля. Желаем вам приятных и хороших выходных. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин